всем привет с вами снова голос паша лобанова и слова от пули снегопада ни за что бы не догадался что там внутри в польше в маленьком городке швидница есть необычный дом ну как необычный с виду вроде бы все обычно проходя мимо можно было бы принять за конюшню или сеновал мукомолку или зернохранилище ничего зазорного не видно и ничто внимание не привлекало бы пока не окажешься внутри а вот попадая внутрь как бы правильный пример подобрать если вас туда завели с завязанными глазами показали что там имеется завязали глаза и увели а потом попросили бы найти этот дом то вы бы не смогли попадая внутрь убранство никого не оставит равнодушным будь хоть атеистом но если ты ценишь красоту то тут есть что оценить если ценишь технологии то этому деревянному зодчеству по официальной датировке лет 400 а ведь выглядит по меркам технологий 21 века будто постройки и года нет называется церковь мира и таковых было три первая швидница вторая в ярове третье но по божьему промыслу и по официальной версии прямой наводкой молнии она была испепелена а то ишь аж трим захотелось всевышний так поразмыслил это же сколько молитвенных эсэмэс ок будет лететь по ночам спать не давать не 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 хватит из вас и двух и такой ты бишь по одной из трех с криком хватит от меня требовать работать я ведь вам и так за трое суток планету на скорую руку сваганила вы за столько веков до сих пор не научились быть самостоятельными почему эти дома называются церквями мира официально оправдывает на этот счет что якобы была междуусобица между протестантами и католиками ссорились они 30 лет опустошая белое население европы и ломая красивые города и в конце этого противостояния разрешено было протестующим против католиков построить эти три дома которые символизировались как миры между двумя лагерями если так то по идее эти здания как договор должны были бы возводиться обоими сторонами как забор ставят соседи между собою должно идти все пополам но почему тогда внешне эти здания выглядят как большой амбар где прячут от репрессии вымирания последний дирижабль по легендам истории фердинандом третьим были выдвинуты протестантам условия строительные материалы можно использовать только не прочные металл и камень запрещены хотя здание простоявшая четыре века из дерева это нечто все дома утонули в культурной глине или песке а тут этого незаметно второе требование расстояние между храмами не должно превышать пушечного выстрела а храмы должны быть за городской чертой хотя у нас тоже много шедевров стоит за чертой населенных пунктов видать тоже протестанты третье на строительство храмов давался только один год в принципе ничего страшного ведь на острове ява возлюбленная своему мужу вообще выдвинула адские условия построить тысячу храмов за одну ночь четвертое внешне церкви могли иметь традиционную для них форму но не должны иметь колоколов и башен то есть католическая церковь запрещала церквям выглядеть как церкви если правильно понял пятое какие-либо школы при церквях запрещены у школы в 1600-х годах а я-то наивный верил учителям что первую школу ленин построил и первую лампочку в ней вкрутил шестое условие церкви должны строиться только на деньги протестантов что довольно таки интересно то что шедевры по всему миру построены на деньги простых людей в это неоднократно встречали и будете встречать и дальше потому на этом делаю ударение давайте мы скинемся и построим какую-нибудь технологичную и для народа фабрику сможем во первых мы воспитаны не так мало кто деньгами сброситься во вторых и кому сбрасываться если везде аферисты которые эти деньги распилят между собой ничего не построит а в третьих да и нет у нас денег этих мы не такие богатые но так почему историки заливают об узурпаторах царях и угнетенном населении они были богаче нас как оказывается столь жесткие условия совсем не помешали лютеранам и евангелистам построить церкви и 24 июня 1657 года наверное часов в 13 дня в церкви мира рядом с городом сдвинется прошла простите ж двинется прошла первая служба внутренний интерьер церкви мира потрясающий роспись декор гербы особо ценный алтарь и амбон словами сложно передать все великолепие и красоту это стоит увидеть вообще описание скудны в интерьере трудно очень найти какие мастера делали какие станки использовали как там умудрялись достигать долговечности древесины чего сегодня совсем не наблюдается в основном посыл вражда да вражда в стиле официальной истории а между прочим это самые большие деревянные так называемые церкви в европе а многие ли об этом знают неужели историком не интересно знать прошлое вместо отмашек зазубренных с худоумными формулировками где и в чем историю их не копни там нет описания как созидали зато везде посыл как разрушали то есть программу с юных лет какую нам создают в голове не как созидать а как разрушать нас не учат быть обществом ремесленников независящими ни от кого нас учат быть толпой нуждающихся до коленнопреклонности больше всего мне понравилось в жж статья одной девушки которая там побывал цитата если внешний вид храма вынужденно скромен то войдя в церковь невольно замираешь то ли от изумления то ли от восхищения так красиво его внутренние интерьеры внутреннее убранство церкви мира в швиднице совершенно нетипично для протестантских церквей никакого эстетического минимализма и аскетизма сплошное шикарная и многоцветная барокко возможно это объясняется тем что строители церквей мира пытались взять реванш за навязанную простоту внешнего облика и несмотря на то что были связаны по рукам и ногам делали все возможное чтобы их детище превзошло по красоте церкви их конфессиальных оппонентов католические храмы каждый сантиметр внутри церкви украшены искусственной росписью и резьбой по дереву много позолотые лепнины а потолок в церкви мира в сведнице совершенно потрясающий потолок который можно рассматривать долго и с удовольствием считается что наибольшую художественную ценность церкви мира швиднице представляет алтарь и амбун они также были установлены на частные пожертвования рядом с баптистерием хранится колокол в начале 18 века для протестантов был сделан ряд послаблений и в 1708 году около церкви мира в швиднице была построена колокольня в церкви есть свой орган и при первом посещении в 2010 году мы попали на органный концерт зал кстати был полон орган украшенный богатым барочным декором водруженный на плечах двух атлантов был построен в церкви мира швиднице в 1666 1669 годах фирмой готфрида клосса из бжега в 1776 тире 84 того же века годах мастером зайдзусом из замковиц была произведена существенная перестройка инструмента инструмент украсили движущиеся механические фигуры ангелов а с игрой органа был скоординирован звон колоколов из-за частых поломок сложного инструмента большой орган редко использовался и в 1695 году зигмунд эберсбах пожертвовал храму орган меньших размеров которые установили на самом верху над алтарем в храме регулярно проходят концерты органной и камерной музыки а с 2000 года церковь мира принимает ежегодный международный фестиваль музыки баха нынешняя известность церкви мира в швиднице совершенно несопоставима с тем чего она реально заслуживает а на этом все с вами был голос паша лобанова и слова от пули снегопада